итак друзья всех приветствую значит сегодня мне пришел новый автоклав наконец-то я его дождался ура и сегодня мы будем делать распаковочку обзор на мой новый автоклав и приготовим бомбезную свиную тушенку в домашних условиях значит автоклав от компании узби это уральский завод бытовых изделий ну что же давайте начнем распаковывать и нам открывается вот такая ярко симпатичная коробочка автоклав стерилизатор домашний погребок не требует стерилизации банок для всех видов плит ну что же давайте будем открывать вот таким образом здесь все упаковано сверху получается у нас лежит крышка а снизу находится бак в баке у нас находится много всего интересного с чем мы собственно сейчас и будем знакомиться так это у нас получается крышка с обратной стороны здесь установлен манометр для измерения давления значит это я так понял у нас идут ручки их нужно будет прикрутить здесь значит термометр который встраивается в крышку с инструкции и это у нас будет стеллаж сейчас я его соберу это штанги для стеллажа получается итак друзья все значит собрал я наш автоклав вот такой стильный дизайн у бочка выполнен он из нержавейки значит что мы здесь имеем как я уже говорил манометр для контроля за давлением термометр для контроля за температурой и аварийный клапан сброса давления если давление повышает до определенного критичного значения то этот клапан поднимается и соответственно давление выпускается и так вот это вот значит получается у нас такие стеллажики внутри между вот этими тарелками ставятся у нас банки этот автоклав он вмещает до 12 банок по 0 5 литра 6 банок по литру и банки по 2 литра и одну банку объемом 3 литра ну что же друзья переходим к приготовлению нашей тушенки и свинины и так значит лежал у меня в холодильнике 7 килограмм свиного мяса вот сейчас я его достал и буду разрезать итак друзья подготовил я наши мясо к закладке в банке здесь у меня без кости получилось чистым 6 килограмм и так значит вот стоит у нас уже подготовлены 12 баночек и сейчас мы будем начинать закладывать в них наши ингредиенты и так из ингредиентов у нас будет лавровый лист соль и смесь перцев ну что же начнем и так значит в каждую баночку на дно ложим по лавровому листу если лавровый лист большой то ломаем его наполовинку что же касается соли соли нам на 12 банок понадобится 60 грамм примерно на но примерно на банку объемом пол-литра у нас идет 5-6 грамм соли я ее закладываю вниз по чайной ложке этот граммаж по соли кто-то по перцу любит больше кто-то меньше здесь различный по различного вида получается перец перец горошком красный перец и так далее я предпочитаю вот перчить таким образом значит закидываем перец тоже в равных долях на каждую банку понятное дело что где-то больше попадет где-то меньше но все же примерно получается одинаково после того как все ингредиенты заложено нам нужно добавить в каждую баночку немножечко воды так чтобы она буквально закрывала но и после чего нам нужно будет размешать соль и так все провели мы значит все манипуляции с подготовкой содержимого банок и теперь будем закладывать туда мясо мясо примерно вот такие кусочки сантиметров по 5-6 они получились их нужно немножечко утрамбовывать с сольцом немножко ничего страшного сверху до краев банки должно оставаться примерно 3-4 сантиметра и так друзья вот такая красотища у нас получилось значит 12 баночек по 0 5 мы наполнили миском немножко у нас от 6 килограмм осталось жира но мы его куда-нибудь используем например на суп и так значит закрыл я вот такими вот крышечками наши банки и сейчас мы их будем закатывать ну что же поехали вот таким вот образом наши баночки с будущей тушенкой помещаются на стеллаж который в будущем будет поставлен в автоклав вот это получается первый этажик здесь на каждом этаже идет по 4 банки такие металлические тарелки служат для наращивания этажности ну что же сейчас значит загрузим первый этаж в автоклав и будем постепенно составлять остальные банки ну все друзья значит поместили мы в три этажа наши баночки с будущей тушенкой в наш автоклав и сейчас будем наливать сюда водички водичку значит наливаем по уровню немножечко выше банок ну все друзья значит закрыли мы наш автоклав включили газ и пошел у нас процесс значит как мы сейчас будем делать как только температура у нас поднимется до 115 градусов то мы при этой температуре будем работать на автоклаве еще полчаса давление у нас должно быть примерно 40 килопасхалей это примерно 0 4 ампера ну что же друзья продолжаем работу в заданном режиме итак друзья ну что же прошло у нас полчаса стерилизации стерилизация начинается с того момента как температура перевалила за 100 градусов на термометре и она должна идти 30-35 минут это что касается тушенки вот видите по давлению где-то 50 у нас показывает аварийный клапан сброса давления у нас рассчитан на 60 кило паскалей это 0 6 атмосферы получается он периодически срабатывает когда давление достигает данного уровня по температуре сейчас у нас 110 ну что же друзья время прошло выключаем значит газ и ждем пока температура в автоклаве понизится до 40 градусов и так друзья ну что же добро пожаловать на дегустацию вот вставлю сегодня утром и решил сразу же продегустировать нашу тушеночку попробовать на вкус как она у нас получилось значит вчера автоклав я выключил и оставил остывать и потом лег спать в общем ночью он стоял остывал не знаю за сколько он остыл до нужной температуры но вот я встал утром и решил сразу открыть нашу тушеночку не успел поставить в холодильник или даже и продегустировать и так давать о как хорошенько получилось не загустела на парку смальчиков на закусах вытащу и попробую так давайте вилочкой лучше будем это дело на ароматик вполне себе вполне себе достойно что же давайте друзья за ваше здравие просто супер не знаю права вот как из магазина по вкусу то же самое вообще огонь ну реально вот такая штука получилась по солью то что надо по специям я считаю тоже все ровно ну что же давайте еще отведаем беленькое и закусим пищей богов ну что же друзья ну а мы с вами не прощаемся а увидимся в следующем видео до скорой встречи до скорой встречи